здравствуйте друзья давненько мы не были нашим любимым овощном фруктовом магазине в городе санта-круз называется он не улив и какой так друзья света сказала какой виноград пойдем смотреть 4 доллара вот тут написано органический зеленый без косточек ну что я могу съесть одну для вас есть не знаю но не буду вообще мне виноград не полезен сахар там что ли если купить хоть друзья купить виноград это святое а для кого ты света берешь виноград лично ну тогда это вдвойне свято так вот увидела света виноград и все как там не вынесла душа поэта позора мелочных обид а тут душа поэта не вынесла вида этого винограда и мысли о том что мы можем пройти мимо так ну что свеженько поливается водичками такими брызгается хорошо самое главное что нам особо ничего не надо значит вы скажете если тебе ничего не надо что ты пришел это правильный вопрос правомерный я отвечу у нас на даче есть машина которая делает кофе кафе машин и вот иногда зрители гад юля кофе вот иногда пьют там раз месяц там или там два раза в месяц на дачу приеду и сделаю себе кофе машина это куплено даже не нами а нашими друзьями которые иногда проходя мимо когда они гуляют заходят к нам на дачу и выпивают копейку вот они нам купили эта машина чтобы им было где выпить кофе ну и мы сами тоже естественно выпиваем и вот без молока то как выпьешь мы сюда пришли купить молочка но света уже заинтересовалась чем-то еще я верю какие-то листья пусть будет . расскажи вот в америке есть щавель в том смысле как мы привыкли в отечестве шпинат шпинат веленые на самом деле ущелья кислоты щавельный и получается что вот я в один раз не принесла сотрудница которая не сделала зеленый борщ и у меня началось подогреваться и начали болеть и на ногах то есть друзья аккуратно с шевелим да там очень большинство тратили реально начинает болеть это все не там со шпинатом тоже получается замечательные зеленые борщи а кислоту на помидорчики какие красавцы и света мне очень нравится вот такого цвета потому вот такие какие красавцы друзья чисто эстетическое наслаждение мы тут есть те которые мы знаем да 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 это не они нет это не они это рома самада это не до . я понимаю чем ты говоришь на это не те давайте посмотрим что вокруг почему не понюхаешь легко понюхаешь все можно понюхать друзья ну другой я вот грибы человек нюхать но можно перчики господи но вот что это такие сквашеки маленькие да прям как арбузики таких да да джинджер турмерик турмерик конечно вида не имеет вот говорят что для снижения сахара хорошо так идем дальше тут мы были а вот друзья давайте посмотрим грушки так они небольшие но вкусные сливы это не те что свету нас любит света любит венгерку но они тоже вкусные все хорошим вообще в этом магазине все сплошная вкуснятина и пальцы облизание облизывание ой хорошо 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 все бы съел в друзья прямо вот не отходя от кассы все бы съел даже так хочется сказать усе бы съел вот но надо меру знать нельзя путать вот даже как туризм с эмиграцией также вот визуальный эффект с тем который возникает когда внутрь помещаешь дыньки красотки прям пусть а как тут пахнет в этом разделе ой хорошо шикарно кокосы даже небольшие какие-то мелкие а вот пожалуйста орешки грецкие они сухие очень сухие легкие воздушные до вспоминается фраза ну сколько вас тут на фунт сушеных вот они сушеные на фунт их будет много так эти коренья вы знаете да что там у нас кошмар вы знаете какие допотопные друзья весы используют американцы вот прямо как будто мы в девятнадцатом веке продолжаем да без всякого учета современности так это такая как бы кулинария до тунец вон красненький такой красавец тунец внизу много разной рыбки то вот хорошие вообще здесь магазин как подороже и здесь все в общем-то качественное хорошие да 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 красиво ну вот кулинария там прям взял сготовил и пошел дальше некоторые могут быть уже какими-то полуфабрикатами а вот например мы сейчас дойдем за шашлычков вы увидите свининка эти красотка вот пожалуйста вот там шашлычки пожалуйста то есть такое тоже бывает и вот тут справа где светлана сейчас что-то приобретает вот тут есть фарш пахнет хорошо фарш чесночком пахнет ты чувствуешь я я не ссоревалят так вот там какие-то сосиски набили да такие красотки там тоже ты взяла фарш какой куриный фарш да да это по-нашему друзья куриный фарш это святое лучок пожалуйста чесночок и лучок картошечка прямо это пульба как по простому да вот она еще такая мелкая да какая-то совсем прям как крупный горох так вот тут друзья молоко кефир и сметаны и всякое такое и мы сейчас возьмем дорогого молочка мне чтобы кофе и обычно козья я хотел бы взять у меня козья лучше усваивается организмом так ну светочка ты козьего там ничего не видишь а вот как раз козья там да давай возьмем вот такую бутылочку вот справа вот как справа так вот друзья берем две бутылочки бутылочка раз бутылочка 2 выскакивает из руки все взяли это литровый ну конечно вот они ну почитай почитать так а ты какое молочко хочешь ко мне друзья подошли и сказали вы тут будете записывать на это главное сотрудников наших в кадр не брать я говорю а зачем я больше сотрудники а продуктами интересует вот все вежливо что ты смотришь идем то и будем вообще мы совсем идем идем или мы экскурсионно так проходим так ну идем друзья теперь мы купив все что нужно просто идем а тут есть например суши сашими где-то а так друзья идем к суши сашими вот пожалуйста так суши сашими ну сашими я не вижу а суши вижу атаки еще вегетарианские вот вот такие но нас как что уже полупустой прилавок мы почти к закрытию пришли как замечательно друзья пахнут вот эти курочки хочу сказать вот если ты какие чикины говорят голодные магазине ходят а я голодный не знаю но пахнет как пахнет как она но это самое целый чикин просто так вот они говорят десятка органические 15 бакс а пол чикина соответственно 7 вообще хорошее разделение natural и organic вот ведь как цвет как бы ты объяснила там написано чикин natural и чикин органика расскажи начало ты как кормить не тем они кормят его не органической кукурузой этого кормят органической понял понял я понял то есть это вопрос кормежки вот друзья тут прямо такой прилавочек книжный они создали и на этом прилавочке книжки о том как вот не быть расистом видит как написано вот как как быть анти расистом или вот например там марш такой или марш такой были марши такие истории за права черных вот исключительные люди в черной истории хочет говорить ора раз вот целый такой знаете вот анти российский baby видите какие-то по книжке у нас друзья стране не публикует а